Дело в том, что последние лет 5-6 на юниорских был, на молодежных перестрах был. На юношеских не было. На юношеских не было, да, поэтому... Ну, это, наверное, вопрос будет в большей степени адресован к Владимиру Николаевичу Гладенку. Ну, если у нас такая возможность сегодня появится, чуть позже мы с ним побеседуем, поговорим об этом. Тут, в принципе, поединки сами за себя говорят и, наверное, уже будет в большей степени их комментировать. Да, вы правы, Михаил Анатольевич, действительно быстро заканчиваются многие поединки сегодня. И вот не распыляют свою силу и энергию спортсмены для лишних передвижений. И вот вкладываются все-таки в одно движение, которое их приводит к победе. Ну вот, в данной ситуации немножко было по-другому. Практически за несколько секунд до конца одержал победу спортсменов, но тем не менее. А вот за Японом мы ближе-ближе движемся к финальной части. Вот на татаме три мы сейчас ждем схватку поединок Антонова Александра в Москве и Романенкова в Италии в стране Центрального федерального округа. Это ребята завершают первый круг соревнований тяжелого веса. И вот если присмотреться издалека к Антону Александру, он немного маленькая копия Антона Кривобокова. Ну маленькая копия. Что-то есть в сходстве. Ну, в сходстве-то внешне может быть и есть, а вот по борьбе, как мы сейчас увидим. Видим, да. Антонов представляет Москву и Романенков представляет Центрального федерального округа. Ну, вот зацепы внутри, ну, я вам скажу, что уже похоже. Присмотримся. Да, присмотримся к этому парню быстро. За 12 секунд заканчивает он поединок чистым броском, зацепом изнутри. Аучигарик. И так же, начиная следующие схватки, мы переходим к поединкам за выход в четверть финал. Я думаю, напряжение сейчас будет.